Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. В эфирной студии Роман Шахов, Юлия Егорова и у нас целая студия гостей. Давайте я перечислю этих великих людей, которые сегодня к нам пришли. Олег Королёв, знаменитый российский художник, арт-куратор проекта Visionary Art Award. Правильно ли я сказал, Олег? Мы старались, мы всё утром. Роман Багдасаров, историк, религиовед, культуролог, публицист. Рома, здравствуйте. А также Эмма Уаткинсон, английская художница, участница проекта и член жюри Visionary Art Award. В Великобритании. Ну и помогает нам будет Ксения Шилова. Добрый день. Ну что ж, вы знаете, честно, мы немножко даже с Романом с утра пораньше трепетали, ожидая вашего прихода. Рассказывали нашим слушателям и телезрителям, как сильно мы не разбираемся в искусстве и как сильно мы хотели бы в этом разобраться. Давайте начнём с самого главного события. Итак, 27 апреля началась выставка. И, собственно, что такое Visionary Art? Наверное, к вам мой первый вопрос. Я адресую Олег. Спасибо за ваш вопрос. Выставка, это первая выставка в России, которая посвящена этому стилю. И я думаю, что в Москве подобных событий не было, так как она поистине глобальна. То есть приехали иностранные художники, и кроме этого были посланы видеопослания от тех, которые не смогли приехать. То есть это такие виртуальные участники, знаете, у нас... Они выходят по скайпу? Нет, они прислали свои записи, они подготовили свои доклады, потому что это была конференция 28-го числа. И к участникам они обратились со своими представлениями о том, что такое искусство, о том, что такое реальность, о том, что такое иллюзия, о том, что такое жизнь и смерть, и добро и зло. То есть обо всём понемногу, но в общем и целом говорили и о узкоспециальных вещах. То есть что такое наш стиль и откуда он проистекает, каким образом он соприкасается с другими аффилированными стилями. И вообще, как он находится в контексте общего, так сказать. Ну вот насколько мы понимаем, visionary art — это есть направление в искусстве. Да, это направление в искусстве, но больше это как бы метод, понимаете, метод обращения к внутреннему опыту, посредством искусства, понимаете. Вот многие стили, которые существуют, внешние, то есть человек обращается к объекту... Пейзаж, натюрморт, портрет. Да, пейзаж, натюрморт — это вещи, которые существуют за пределами человеческого лимина, понимаете. Существуют ещё сублиминальные миры. Вот, например, вы спите, вы видите сон. Как будто бы вы видите объект, на самом деле это же ведь не объект. Он воспринимается как объект. То есть, и это... Картинки подсознания немножко получаются. Да, это внутренний опыт, понимаете. То есть, это более расширенное восприятие. То есть, visionary art отличается от обычных стилей в искусстве именно более расширенным спектром восприятия. И не только visionary art. Это, в общем-то, такой союз стилей, как бы аффилированный, там есть мистический символизм. Про космос есть там, по-моему. Космизм, да. Да, это... Ну, космизм — это особое, так сказать, движение, которое... Так, начинаются сложные словечки. От религии. Дело в том, что у нас есть по этому специалист, который реально обладает самыми-самыми сложными словечками. И вот он может вам... Самыми, ещё более сложными словечками. С нами Роман Багдасаров, человек, который может объяснить, что такое visionary art с исторической точки зрения. Вообще, как всё это начиналось? Я попробую объяснить, потому что, действительно, Олег правильно сказал, это не просто определённый стиль в живописи, это форма духовного поиска. И на самом деле все великие живописцы прошлого, такие как Леонардо и Рембрандт и Босх и Джотто, все они занимались духовным поиском. А уже произведение искусства — это был как бы отвердевший результат того, чему они посвящали основное... Да, основное своё время. Но, к сожалению, в современном искусстве вот эта истина, она как бы отошла на второй план. И вот visionary art — это... Именно истина поиска. Да, истина поиска, духовного, мистического поиска, потому что европейская традиция духовности, она тесно связана с христианским мистицизмом и с античной мифологией, с античными формами выражения бессознательного, да, которое выражается и через греческие мифы, через вот тот художественный язык, который был наработан в античности. То есть это такие классические, на самом деле, тенденции в искусстве, но сопряжённые с духовным императивом. И вот visionary art, он продолжает нести гордое это знамя сейчас, несмотря на все препятствия, может быть, на непонимание. И поэтому стоит нам на всё это обратить внимание. То есть это философия в живописи, я так понимаю. Да, это не только философия, это и религиозный поиск, и поиск самопознания себя, ну, не обязательно связанный вот с какой-то выраженной религией, да. Если говорить о России, то чтобы было понятно, что может быть ассоциировано с visionary art в качестве его предтеч и фундамента для нас, то я назову такие имена, как Михаил Врубель, Николай Рерих. К сожалению, уже в основном работавшие за рубежом такие художники, как Николай Калмаков, Павел Чилищев. Эмма Воткинсон тоже. Эмма Воткинсон, если она примет гражданство России, то будет российским художником, безусловно. Дорогие друзья, пока мы будем Эмму уговаривать принять гражданство России, давайте посмотрим, послушаем кое-что из музыки в эфире телерадиоканала «Страна ФМ». Оставайтесь рядом. Продолжается программа «Лучшее в стране». Вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». Друзья, не пропускайте Московский дом художника, Кузнецкий мост, дом 11. С 27 по 1 апреля проходит замечательная международная премия визионерского искусства. И мы вас туда всячески приглашаем с нашими гостями, которые сегодня у нас на «Стране ФМ». Да, пока давайте вместе будем погружаться в волшебный, странный, сложный порой, но настолько прекрасный мир искусства. Мы вот с Романом Багдасаровым остановились на том, вообще с чего началось это направление, да, и кто его первоисточники, кто был как бы, в общем, кто придумал. На самом деле первоистоки вижнериар, то есть созерцание невидимого, да, они находятся еще в области первобытной культуры. И дальше они, конечно, присутствуют во всех религиозных культурах. Люди дракона рисовали, например, да? Дракона, да, каких-то анимистических духов, да, животных и так далее, растений. Вот, и если брать нашу сторону, то, конечно же, притечей вижнериар было средневековое искусство и православное, потому что иконы в определенной степени это ведь тоже является визуализацией невидимого мира, мира духовного. И важно понимать, что вот эти мистические традиции, они непрерывно развивались до революции. И вот Серебряный век с его богатством поэтическим, литературным, живописным, огромным количеством стилей художников, которые творили до революции, это закономерный результат всех тех столетий, которые развивалась наша культура, да? И вот потом, конечно, это было неожиданно прервано, потому что мистицизм в советской культуре был не в чести, вот. Но, тем не менее, художники продолжали работать, то есть были такие художники, как Воинов, Спаский, Романович, а была затем Малая Грузинка с Ленинским, Провоторовым, собиравшая огромные толпы народа в центре Москвы, в доме, где жил Высоцкий. А сегодня в центре Москвы в 2018 году мы устраиваем гигантские выставки. И к нам даже приезжают иностранные гости. Вот, наконец-то, хочется подключить к разговору Эмму Воткинсон, английскую художницу, красавицу, которая всю свою жизнь пишет, ищет себя, много путешествует. Мы говорили вот сейчас за кадром с Эммой. Эмма, hello. Hi. Is it your first time in Moscow? It is, actually. It's my first time in Russia. It's very exciting. Это первый раз, когда я приехала в Москву, делаю я работу Ксюши, которая сейчас тоже слушает, смотрит «Страну ФМ». Do you like Moscow? What can you say? Oh, yes, I do. I've had lots of good Russian friends. And actually, my half-sister, her mother was estonian, and she taught me to paint. And she spent a lot of time in Russia, in St. Petersburg. So Russia has always been a part of my artistic life, if you like. Да, мне очень нравится в Москве. У меня много здесь друзей. И, к слову сказать, моя двоюродная сестра, у нее мама, жила в Эстонии. И у них было очень много связано с Санкт-Петербургом, и эта сестра научила меня рисовать. Поэтому я с детства смотрела эти картинки, эти коллекции санкт-петербургских зарисовок и вдохновлялась. Нас, кстати, смотрят сейчас и слушают тоже в Санкт-Петербурге, Эмма. Мы попросим Ксюшу переводить. Да, visionary art — это для меня некий духовный обмен. Мы все художники вдохновляемся от разных духов, от которых получаем какую-то поддержку в творчестве и надежду. А ну-ка, расскажите, от каких духов надо вдохновляться, чтобы получать поддержку в творчестве и надежду. Как с нами встречаться, да. Мы тоже хотим с Роману, да? От каких spiritual inspirations? А, окей. Well, I grew up in a very mysterious part of England, surrounded by stone circles and nature spirits in Dartmoor. So I guess Druidry was my home religion, if you like, the pagan religion of England. But as I grew up, I got into Tibetan Buddhism and traveled a lot in India and also went to Jerusalem and Egypt and studied Kabbalah. So I studied a lot of the different traditions and a lot of my paintings, they're all from the many different traditions, actually. In England, there are many different spiritual traditions, ancient traditions, starting from Stonehenge and continuing in the same spirit. But actually, Emma has traveled a lot, and she was inspired by Buddhism, Kabbalah, and many Western practices. And many of them are dedicated to her different cultural practices. Thank you. Let's see now the pictures of the participants. For example, Oleg and Korolev. We can see the work that we have on the screen, and Oleg will comment on that. We ask you, friends, to watch and watch us, not only listen to us. This will be all on the screen, so let's see. Oleg, we see your work now. It's called, Pavele. Его откровение Христа произошло на пути в Дамаск. Здесь работа «Ослябия, пересвет, пересветлый мрак» имеет отношение к теологическим вещам, то есть к апофатическому богословию и к проявлению в непроявленном. Сложно объясняете, но выглядит это фантастически. Я хочу, чтобы вы меня понимали. Это называется «Блудный сын». Некое примирение, может быть, даже. Да, это и есть как бы символ возвращения к самому себе и к обретению божественной своей собственной природы. Вот, природы Отца нашего Небесного. И то, что в православии называется «теосис», это обожение. Скажите, пожалуйста, Олег, а когда люди приходят на выставку, смотрят, наслаждаются вашими работами, работами Эммы и других художников, можно ли как-то получить комментарий от художника или от эксперта, потому что обывателю очень сложно разобраться и сообразить? Или там подписана, может быть, есть какая-то аннотация? Я специально дал некие тексты, и кроме того, когда я, так сказать, в наличии там, вот, в присутствии, я, конечно, с удовольствием расскажу всем, кто будет. Так что, пожалуйста, приходите. То есть какие-то мастер-классы, лекции? Всех встретим, всем все расскажут. Была конференция на второй день после открытия, где целый день говорилось и объяснялось. Много людей было? Да, достаточно много. Там хорошие музыкальные коллективы, если, можно так сказать, выступали с такой музыкой, такой традиционной. Алис-бар. Алис-барнической. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, потом тоже вернемся и выступим с продолжением нашей темы. Оставайтесь рядом, друзья. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. Мы смотрим на то, чтобы вас пригласить на отличное мероприятие, высокохудожественное, очень позитивное. И поэтому еще раз зазываем. Московский дом художника, Кузнецкий мост, дом 11. Приходите. Международная премия визионерского искусства. И, собственно, у нас участники, основатели и главные действующие лица сегодня здесь в гостях. Ну, мы продолжаем наш культурный час в эфире телерадиоканала Страна.ФМ. И вот хочется мне еще немножечко нашу заморскую гостью попытать Эмму Воткинсон, английскую художницу. Ксения, а вы переводите. Скажите, пожалуйста, вот в Англии и в России визионерий арт, это примерно на одном уровне существует? Или, скажем, это совсем разная история? Which level in England of visionary art and in Russia? How's the level of visionary art? The level? How is visionary art compared from England to Russia? Is it popular now in Great Britain, visionary art, like in Russia, I mean? Yeah, I mean, there has been, there are some visionary artists in England. There is Bridget Marlin, who's the senior artist of this conference, and me and Daniel Maranti and Stuart Griggs. And there's a collective of us. Yeah, I guess it reflects the nature of England. England has always had great mystics, like William Blake, you know? We've always been there. Да, в Англии есть несколько, ну, достаточное количество художников визионерий арт. Это и такие имена, как Bridget Marlin, сама Эмма Воткинсон и многие художники, которые были у нас на конференции представлены. А сама Эмма вдохновляется природой Англии, она ее впитывает и передает вот в свои произведения. И в Англии для нее это, конечно, особое имя. Что-нибудь от природы России, может быть, потом отразится в картинах Эмма? Maybe it reflects you some from Russian nature. Yeah, I think art always reflects the nature of where you are, like, Oleg's visionary art is very Russian, you know, you can see he is inspired by the Russian icons, and you can see that people like me, maybe we're inspired by William Blake and the nature, the mystic, occult nature of England. Мы вдохновляемся тем, где мы есть. То есть, например, картины Олега Королева, они настолько пропитаны тоже вот этим русским духом, и Эмма это восхищает. А в Англии это совсем другой тоже дух, и вот Эмма два раза уже упоминала Уильяма Блейка, который для нее тоже является таким ориентиром вдохновения от Англии. Я вот думаю, Олег и Роман, куда бы нам отвезти в Россию Эмму, чтобы она вот прям по полной программе почувствовала нашу русскую землю-матушку, да, и вдохновилась, да, и перенесла это потом на полотно. Ну, если бы меня спросили, куда, да, ну, в Москве, я думаю, стоит Новодевичий монастырь посетить, прежде всего, это замечательное по красоте место, сохранившее вот такую полноту, как бы природной ниши, то есть, да, ну, а в России таких мест много. Тысячи и тысячи. Да, тысячи и тысячи. Есть масса очень сильных природных мест, таких как тот же Алтай, совершенно невероятно, по красоте Байкал, первозанной природы, да, есть, ну, культурные места, места именно, ну, мощного европейского влияния, это тот же Санкт-Петербург. А наши деревеньки, которые сохранились? А наши деревеньки очень часто, к сожалению, производят печальное впечатление, да. Немножко, конечно, но незабываемое, да, согласен. Давайте мы не будем забывать, что у нас есть еще прекрасные файлы, которые мы сейчас посмотрим и получим комментарии гостей страны ФМ. Давайте посмотрим художников, да. Так, вот, началось. Кто будет комментировать? Одна из старейшин. Тут явно прочитываются, причем, византийские мотивы, это ведь Венеция. А кто это еще раз можно? Это Бриджит Марлин. Одна из самых старейшин в нашей, так сказать, тусовке, это Даниил Миранты со своей работой. Тоже британцы, это они оба из Британии, вот, соратники Эммы Уоткинсон. Я все про деньги всегда думаю, сколько это стоит, идет ли охота на эти картины. Я сразу говорю, стоит это очень, очень, очень дорого. Готовьте кошельки. Все, и точка. И пока Юля думает, где брать ипотеку, в каком банке, давайте продолжим. Это Дэс из Австрии. Вот интересно, Дэс из Австрии чем вдохновлялся, когда писал вот эту картину? Он адвайтист. Это Мартина Хоффман, известная американская художница. Эммейзен. Да, она, в общем, на самом деле занимается культными практиками и трансовыми, так сказать, поисками. Это художник уже исторический, Матик Ларвейн, вот, который уже ушел от нас, но, например, мой вот, ну, как бы, ментор, учитель Эрнс Фукс его оценил очень высоко. Вы, кстати, у него и учились. Да, ну, мы с ним сотрудничали. Это наш Калмаков, великий Николай Калмаков. Друзья, если вы сейчас не смотрите телерадиоканал «Страна ФМА», слушаете, то я вам настоятельно советую подключить свои гаджеты и посмотреть то, что мы демонстрируем в эфире, потому что... Николай Рерих. Это невероятная энергетика идет от этих картин, и я, наверное, немножечко начинаю понимать, что вы имели в виду, говоря об энергии невероятной. Как можно такой свет? Понимаете, само антропологическое представление виженере художника отличается от представления о том, что такое человек у обычного человека. То есть мы думаем, как вот обычные люди, что мы находимся в мире, а мистик всегда считает, что мир находится в нем, понимаете? То есть он состоит из его таких установок, которые в соотношении друг с другом и рождают мир. Мир рождается при наблюдении. В общем-то, то же самое, что мы можем найти сейчас в квантовой физике, в квантовой психологии. Это доказывает как бы правоту виженериарта. Хорошо, тогда можно переводить, Ксения, параллельно Эмме? Тогда почему, например, Эмма всю свою жизнь путешествует? Если мир находится в нас, и можно, не вставая с дивана, вдохновиться, найти в себе какую-то глубину и создать нечто невероятное. Зачем выезжать в Индию? So, like I said, that the world is in the earth, and then why you travel so a lot when the world is in you. Good point. I'm coming to that conclusion now. Now I'm wanting to stay more at home and just work within enough traveling now. But you can travel without and get inspiration and also travel within, you know? Ну вот она сейчас как раз хороший вопрос. Но сейчас она остановилась, сейчас она все больше находится дома, она уже меньше путешествует. Но путешествия дают вдохновение, и вот этот мир внутри нас поддерживать. На экране был Пабло Амаринго, андейский шаманский художник. А теперь Павел Чилищев, наш классик. Красиво. И тишина в эфире. Все посмотрели на картину. Я знаете, о чем думаю? Вот это необходимо людям придумать и нарисовать, действительно взять кисточку, правильно? Это Роберто Веноза. Красиво тоже. А есть ли такое, что, например, программисты, люди, которые занимаются художествами на компьютерах, высокими технологиями, как-то вас подсиживают в этом, или нет такого? Можно ли это высчитать? Дело в том, что цифры, это цифровая, так сказать, графика, они всегда диктуются, в общем, неким сценарием машины, заложенным в нем. Понимаете? А в Вижнере художник получает некие откровения из, ну, если можно сказать, из новосферы. То есть это прямое знание, которое мы выражаем посредством, так сказать, художественных приемов. И поэтому отличия колоссальны, хотя многие видят похожими. Вот сейчас, например, Эндрю Гонзалес, величайший художник в Вижнере Арт, живой классик, мы его обожаем, он у нас есть, пожалуйста, приходите, смотрите, есть и работа. Те картины, которые мы посмотрели, они все представлены будут, да? Они не все, но все художники так или иначе представлены. Это Эрнст Фукс, это наш, так сказать, всеобщий учитель. Оригинал выставлялся в Третьяковске в свое время. Это бешеная по качеству работа карандашонок. Это карандаш? Да. А материалы могут быть совершенно любыми, да? Абсолютно. Друзья, приходим до 1 апреля и смотрим, берем автографы, комментарии у людей, которые разбираются в Вижнере. Есть у нас еще время посмотреть картину, хочется спросить? Да, вы знаете, я хочу немножко помочь Романа, потому что Роман обещал рассказать про вот эти самые необычные мистические вещи, про мистицизм, про вот эту сторону этого направления. Ну, я хочу сказать, что, конечно, самым мощным проявлением того, что сейчас называется Вижнере-Арт, потому что мы часто одно явление можем рассматривать под разными углами, да? И то, что, вот, например, Олег и, значит, другие художники называют Вижнере-Арт, я до знакомства такого плотного с этим направлением, я называл религиозно-мистическая картина, но имея в виду примерно вот то же. И каждый художник, который работал в этом жанре, условно говоря, да, он по-разному для себя определял. Допустим, Спаски называл то, чем он занимается, духовный реализм. А художник должен быть немножечко мистиком? В нашем случае обязательно. В вашем случае. В случае, да, Вижнере-Арта, конечно. Конечно, объективно в истории искусства Вижнере-Арт вырастает из поздних слоев сюрреализма, поэтому очень важна фигура Сальвадора Дали для этого. Кстати, Сальвадор Дали был другом и соратником Эрнста Фукса, они дружили в течение 16 лет. Фукс мне много рассказывал о их личных, так сказать, разговорах, даже отношениях с Галой нашей, русской, так сказать, вышедшей замуж за Сальвадора Дали. И вот я как бы тоже, как русский, резонировал в этом смысле, и мне было интересно посмотреть на его отношение к России. Вообще, Фукс очень любил Россию. Он здесь выставлялся два раза в Русском музее в Санкт-Петербурге и в Третьяковской галерее в Москве. Выставки прошли с грандиозным успехом, просто с потрясающим. Огромное количество работ было куплено, люди вложили огромные деньги в его работы. Ну, условно говоря, 50 сантиметров на 50 стоит 50 тысяч долларов. Он говорил, как вот находить в себе это вдохновение? Или у него был просто поток, прямая связь? Насколько я понимаю, каждый из вас находит вдохновение по-своему. Ну, Фукс, о котором мы сейчас говорим, он был действительно религиозным католиком. Хотя у него, так сказать, много работ, относящихся и к каким-то каббалистическим мотивам и гностическим. Но, в общем, он был католиком, который при мне не пропустил ни одной мессы. То есть он ходил, молился, вот просто по-настоящему, так хардкорно молился, серьезно. У нас в гостях по-прежнему Олег Королев, Роман Багдасаров и Эмма Ваткинсон. Мы вас приглашаем на замечательную выставку, которая проходит в эти дни. И, собственно, если вы пойдете, вы станете другим возвышенным человеком. Да, выставка называется «Виженери арт». И до песни мы с Романом говорили про искусство. Да, я хотел бы сказать, что вот особенно для виженери-художника, художника-визионера характерен универсализм. То есть он работает не только в станковой живописи, но и в монументальной, и в дизайне, и в театре. И в этом плане вот... Все может вообще. Все может, да. Даже в эти дектуры тоже есть. И вот я приводил в качестве примера, что незадолго уже до своего ухода из нашего мира, Эрнст Фукс, он расписал часовню в Австрии, в Клагенфурте. Там принимали участие ряд художников других, в том числе наш Олег Королев. И эта часовня была на тему апокалипсиса. Это очень красивые росписи с какими-то невероятными красками. Ну и, конечно, кто может, посетите, посмотрите. Вот вы не пожалеете. Давайте начнем мы с выставки «Виженери арт», друзья. И успеем до 1 апреля. Я так понимаю, можно составить максимально полное впечатление об этом направлении в искусстве. Вот просто придя к вам, хотя бы полденечка выделить, мне кажется, да, и вот уже как-то начнешь понимать, о чем идет речь. Скажите, пожалуйста, вот Ханс Гигер, который рисовал «Чужих», он может считаться человеком, который вот... Ну, Роман вообще специалист в этом работе. Конечно, Ханс Руди Гигер, он представитель так называемого «дарк виженери», то есть обращающегося именно к каким-то теневым сторонам нашего подсознания. Но, тем не менее, имеющим место быть. Вот. И мы знаем, что на иконе страшного суда изображены все уровни бытия, да, начиная от Пресвятой Троицы и заканчивая адскими безднами. Поэтому и в «Виженери арт» тоже мы можем найти все, что угодно. А мы готовы, наконец, посмотреть сайт нашей гости с картинами. Эмма Воткинсон у нас в студии, английская художница. Вот, кстати, да, вот есть у нас первая картина. В биографии про Эмму сказано, что Эмма имеет пожизненную связь с друидским путем, проводила время, медитируя с буддийским орденом триратной, училась в скаббалистической родословной. Вот какая у нас в гостях сегодня художница. Давайте посмотрим, как называется эта картина. What is the name of this picture, Эмма? This is the most recent one. This is called Bridget of the Bright Arrow. If you zoom out a bit, you can see she's playing an instrument around an arrow. And she's inspired by the druidic goddess Bridget, who's the goddess of Imbolc on the 1st of February. And she's the goddess of poetry and childbirth. It's ideal woman, I think. Actually, it was a friend. It was for an album cover. And it's a portrait of a friend of mine, Millie, Millie Moonstone. If you zoom out a bit, you can see the picture with the peacock. I don't know if that's possible. Can you see this picture now in Moscow? Yes, it's at the exhibit at the House of Artists. Она выставляется здесь, да. Ее можно увидеть на Кузнецком мосту и посмотреть. Друзья, успевайте до 1 апреля своими глазами увидеть Бриджет с павлиньем и хвостом. Которая очень похожа на Эмму. Вот я замечу. Да, она выглядит как мне. Она выглядит как мне. Она выглядит как ее другом. Давайте посмотрим вторую картину. Так, а пока мы ждем вторую картину, я хотела спросить у Эммы. Она же занимается, вы же занимаетесь музыкой еще. Музыка, да? Музыка. Да, Эмма занимается музыкой. Она играет на флейте. И она также пишет песни и поет их. Но музыка для нее это как хобби, а искусство это уже дело. Давайте к искусству вернемся. У нас следующая картина на очереди. Эта картина называется Эхнатон. Это фараон 17-й династии в Египте. И она, насколько я знаю, вдохновлена уже всем, что Эмма вообще изучала и посещала. Это всеми практиками духовными. Это полный такой... Полный отчет художественных. Хочется еще о многом-многом поговорить. Вот интересно, последний мой вопрос. Есть какая-то любимая картина у Эммы? Your favorite picture? Your favorite picture? Probably this one. This one? Yeah. Ура. Это она и есть. Я так и думала почему-то. Друзья, до 1 апреля мы вас приглашаем в Московский Дум Художника. Приходите в Visionary Art Awards. Смотрите, наблюдайте, спрашивайте, задавайте вопросы нашим сегодняшним гостям. Спасибо вам. Спасибо вам огромное, что нас как-то сегодня просветили, рассказали нам, хоть и голопом по Европам, но столько важных и интересных вещей. Замечательно было поговорить. Большое спасибо, что пригласили. Желаю вам вдохновения и до новых встреч. Всего доброго. Эмма, thank you very, very much. Эмма, большая в стране.